Чтоб вот синишенькой утром поджарить бекончик. Всё, отключаемся. И я такой вот на этот смотрю, на эту всю картину, и сердце кровью обливается. Ах, током бьёт. Ничего себе. Давай. Ох, она какая-то. У меня прямо слюна выделяется и выделяется. А мне же что, думаете, вот с этого что-то перепадёт? Ну, я не знаю. Вот так вот захожу на ферму. Оп. Свет включу. Как вот я прохожу? Пытаюсь, пытаюсь свой взгляд вам показать. Раз такой захожу. Оп. Иду дальше. Ещё раз. Такой захожу, иду. Оп. Взгляд сюда. И я такой вот на этот смотрю, на эту всю картину, и сердце кровью обливается. Как? Стоит пустое здание. Почему здесь никого нету? Почему здесь никого нету? А? Это что за безобразие такое? Что вы мне на это скажете? А там, где мы покупаем поросят, они... Как их не вывелись? Родились или как правильно? А поросилась свинья 28 января. То есть, где-то вот в начале марта только будет. И то там девок нету. Ну, то есть, одна девка, один поросёночек, хряк, или барок, как правильно, не знаю. Короче, кастрирован. И я обычно девок беру, я уже даже согласен его взять. Вот, жду не дождусь, чтобы вот сюда их заселить. Ну, потому что это не дело, когда пустуют помещение. Мы же сюда хотели куриц садить. И, кстати, огромное спасибо подписчикам, что вы настояли на том, я что-то как-то об этом не сообразил, что если посадить сюда куриц, им будет очень тесно. И пока у меня помещение позволяет, птичник, я их там раскидал, места хватило. Плотно посадки, как бы там, попитаться где-то, посемь куриц, в зависимости, какая клетка. Ну, сюда я садить не стал, и сюда я сейчас имею возможность посадить поросят. Ну, всё-таки помещению придётся попустовать где-то недельки-две. Ну, что сделать? Ничего не сделать. Такое тоже бывает. Ну, а в этом помещении у меня отключено полностью всё отопление. Температура, смотрите, 22 градуса. Максимальная сейчас вентиляция включена, на улице минус 6, а мне надо температуру 17-19 градусов. Поэтому я прихожу сюда, здесь отопление включено. Я открываю дверь, так вот, пружинка у меня, опа, снимаю, и какое-то время начинаю проветривать. Так, по 15-20 минут пытаюсь добиться того, чтобы температура упала. То есть, птицы здесь столько, что она вот себя сама греет и держит температуру 23 градуса. Ну, естественно, это экономия на отоплении, но хорошо, что на улице пока минус. Потому что для птицы эти температурные условия не самые идеальные. Вон, видите, вверху дышит как жаркое. Должно быть 17-19. Ну, подзабойная птица уже. Здесь у нас яйцо индюков, перепелов индюков. И сегодня мы еще будем закладывать броликов, целую коробочку. Ждали, ждали, солнышко. Вот оно и пришло. Супер классная погода. Но пришлось, смотрите, что сделать. Температура растет 23,7-23,8. Здесь уже открыто. А солнце, это солнечная сторона в доме. Очень сильно нагревает помещение. Пришло все окна запечатать. Взял вот мешки из-под комбикорма. Раз, два, три запечатал. Ну, и вот здесь вот чуть-чуть немножко оставил. Конечно, для птицы солнце это вообще бы круто, очень классно было бы. Но, к сожалению, помещение перегревается. Приходится закрываться от солнышка. Про снег уже говорили миллион раз. И сейчас будет миллион первый. Снега очень много в этом году. Вот вчера техника прошла, еще раз снял. Вот этот весь рыхлый снег. Почему они не сняли до того момента, когда я сюда привозил комбикорм? Ну, видимо, так сложилась моя судьба. Сложились мои карты так. Ну, вот он расчистил. Прямо на ручей, конечно, все это дело. Но куда ему чистить-то еще? Здесь забор, смотрите. Вот у меня рост. Тут еще снег, ниже тоже лежит. Рост у меня метр восемьдесят семь. И это гроб выше меня. Здесь тоже. В том году мы еще чистили эту площадку вот здесь. Для того, чтобы комбикорму там подавать, принимать. В этом году чистить не стали. И сейчас с крыши начал сходить снег. Ну, видно, да, я уже немножко тут подрезал. Потому что если он полностью упадет сюда, он может замять забор. Что ему сюда некуда сходить. Если вот эту кучку сверху раскидать, так ее и раскидывать некуда. Я ходил вчера тут, смотрел, смотрел. Ну, просто некуда. Вот, ну, посмотрите сами. Вот с этой стороны все в снегу. Здесь все в снегу. Соседи все в снегу. Куда его кидать? Я уже вот сюда даже начал. То есть здесь метра полтора. Было еще пространство. Сейчас его здесь просто нет. А кто-то меня из подписчика спрашивал. Сережа, кабель ты греющий засунул в ливневку осенью? На что я написал? Помните? Сказал, что да нет, что-то некогда потом. Ну вот пришло потом. Будем пробовать. Успел я поймать этот момент и кабель греющий просунул. Все лючки открыл, потому что сейчас вот только февраль у нас будет снег, таять, замерзать, таять, замерзать. Вся ливневка просто-напросто замерзнет. А с греющим кабелем нам ничего не страшно. Вот сейчас проверяю, включил. О, все, чувствую, тепло пошло, греет хорошо. Все. Шпион опять пришел. Все мы тут занимаемся. Да, вы знаете, всеми фибрами, даже со спины чувствую, что камера тут. Маша занимается копчением. Чего? Диетического мяса. Грудинки, как Сережа говорит, грудка свиньи. Грудка свиньи, да? Грудка, она же, знаете, диетическая. Сегодня будет копчененькое. Появилось немного свободного времени. Решил сделать его к генератору. Масло вот уже заменил. Сейчас вот сливаю бензин, который чистенький, хорошенький. Промою бак, бензобак. Ну и, в принципе, обратно соберу фильтр. Фильтр уже почистил. Вот этот коллектор этот тоже почистил. Все хорошо, все замечательно. Делаю это на всякий случай. Надеюсь, что свет у нас отключать не будет. Но всякое бывает, надо, чтобы генератор был в порядке. Яйцо заложено. Ах, током бьет. Ничего себе. Наэлектризовались руки. Температура растет постепенно. Сейчас скоро все наберется, стабилизируется. Коробочка. И, к сожалению, одно яйцо разбил. 359 яиц. Посмотрим, что у нас будет через 3 недели. Какой вывод. Вот самая невидимая работа, которую приходится делать. И которую вообще не видно. Привезти опил. Сколько здесь мешков? 40, наверное. Это почистить у поросят. У птицы подсыпать опил. Хочешь, не хочешь, делать надо. Отнимает времени очень много. А результата практически не видно. Все, коптит она и коптит. Коптит и коптит. У тебя уже какая? Четвертая, пятая закладка? Ух ты! Это что-то новенькое. Это не сильно. Мне только нужен был запах, цвет не нужен был. Тут определенный был посол в вакууме практически неделю. Сейчас это все отправится. Я не знаю, попробую отправить кусочек в холодильник, кусочек в морозилку. И потом хочу, когда оно застынет немного, порезать тоненько-тоненько-тоненько. И вакуум завакуумировать. Там грамм по 100-200. Знаете, бекон продают. И попробовать вот так вот сделать. Это дольше сохранится. Но есть спрос на это. Опять же, мне подсказали это мои клиенты. Поэтому попробуем так сделать. Обалдеть! Многие просятся, я не знаю, в последнее время, чтобы с мишенькой утром поджарить бекончик. Но есть спрос, почему бы нет, когда есть сырье. Обычно вот такое вот мы срезали все на фарш. А вот эту нижнюю часть мы убирали. Ну, мы уже там курицами, индюкам оставляли. А тут вроде как, ну зачем? Вот же вся эта беконная часть. Ну, как же это все вкусно, ребята. Там вот еще ребрышки закоптились. Вообще просто. Сейчас мне еще надо дальше грудинку закоптить. Маша так рассказывает. А, так, все хорошо, позитивно. Ну, так, а я так, что, я есть захотел? Я только же чай попил с конфетками из Казахстана. У меня прямо слюна выделяется и выделяется. А мне же, что, думаете, вот с этого что-то перепадет? Ну, я не знаю. Лиди, привет, привет, друзья! Так играй с ней. Лиди куда-то побежала. Так она играть хочет. Давай-ка забирать у нее будем. У собаки уже второй или третий день импульс радости какой-то. Ей прямо надо играть. Играть надо. Играть хочешь? Играть. Играть. Это что у меня за радости-ка? Я что-то вспомнила свое, как ты играла постоянно, а? Собака. Какая честь. А что ты смеешься? Я не ожидала, что так будет с такой подачей. Я говорю, попробую ребра. Мне показалось, что они не готовы. Я такая отрезала, а они готовы. Оттуда прямо сочится такой свежий, ну, белый такой сучок. Они коптились достаточно долго. И Марина Вареновича тоже. Раз проверим. Я это делала, чтобы копчености, суп, короховый. Ну, когда-то, знаете, копчености вот нужно. Я так понимаю, что сегодня у нас улетит все в топочку вот сюда. Главное не горчить, ничего. Ну и полежать чесноку, чтобы они немного выречу шло, если она есть. Все. Все. Отключаемся. 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 Продолжение следует...